шалом друзья мы опять вас приветствуем из студии возвращенной на сион оазис медиа хайфа израиль вы знаете наш адрес и я хочу сказать что сегодня мы будем читать из послания якова и вообще-то прошат шавуа из туры вайкагель и пкудей но как я уже говорил в нашей общине мы взяли за правило также разбирать последовательно каждую неделю новый завет и вот сейчас время якова все-таки я начну свайкагель и плавненько перейдем к якову и прочитаю несколько стихов и собрал моши все общество сынов израилевых и сказал им вот что заповедал господь делать это исход 35 глава с 1 стиха и дальше бог говорит моши чтобы он установил какие-то важнейшие вещи и мы читаем шаббат блюдите шаббат после он приходит как обслужить аарона чтобы аарон проводил правильное священство после призыв народу у кого есть помазание доброе сердце чтобы приносили еще пожертвования для сотворения или для созидания скини сделать светильник столы предложения и все заканчивается или точнее перетекает в призвание бицалеля и оголиава по-русски написано оголей ав оголей ав его на иврите зовут и вы знаете если использовать язык аллегории и истолковывать вот эти вот вещи то явно что господь бог передает народу некоторые явные физические митсвот постановления чтобы народ израиль определился в некоторых вещах чтобы нашел место покоя шаббат чтобы вошел в шаббат пас потом позднее новый завет это с эти слова выражает словами войти в шаббат уверовавший понятно через жертву кого через жертву сына божьего и шуа машеха и мы понимаем что вот эти вот приношения чтобы дать одежды сделать одежды для арона или выстроить светильник и хлебопредложения это чтобы скини заработала призвание бицалеля его имя переводится как бицель эль в тени божий человек двигается как будто тень от господа на него или мысли от господа него падают и вот он может совершать что-то в оголей а в перевести дословно отец шатров если истолковать слова эти то шатры всегда ассоциируются с мудростью и понятно что эти два человека были ответственные за выполнение самой скини но если аллегорически переводить эти слова на нас то здесь явное направление о мудрости о том что каждый из нас должен войти в шаббат уверовавший найти для себя место с богом это связано с каким-то нашим даянием ему временем финансы мысли как заповедь звучит всем своим разумением всем своим сердцем всем своим достоянием сосредоточься на боге когда говорится о бицелеле о галиаве о двух профи здесь мы получаем явный намек или указание в нашей сегодняшней жизни верующих в ешуа машеха что с одной стороны есть те которые профессионально служат богу и ради бога служат другим людям служителя в общинах в мессианских синагогах в церквях неважно где люди которые подходят к этому делу полагая время но также мы улавливаем момент что каждый из нас должен проявить настоящее стремление и желание для бога и мудрость и вот с этими словами я хочу перейти к недельному чтению которое мы делаем в нашей общине по иакову в этот раз она выпадает и я вижу просто поразительную связь просто руха кодыш каким-то образом все вот это вот подвел вообще яков он необыкновенный и знаете в древнем мире в первом веке он был главой иерусалимской общины и человеком важным во всем движении он определил вот с этого момента мы таким образом будем относиться к уверующим язычникам если мы почитаем деяне пятнадцатую главу иаков брат господень то есть по всей видимости он был сводный брат ешуа но есть в разные мнения но по всей видимости он был сводный то есть по всей видимости отец ешуа физический отец названный отец йосеф уже был пожилым человеком когда он женился на марии и она не от него от духа святого за чела но от первого брака наверно был вдовцом или что-то в этом роде у него были ряд сыновей и яка вот один из братьев которые по всей видимости вначале игнорировал своего сводного младшего брата почему я так думаю потому что помните была ситуация когда братья пришли чтобы взять ешуа потому что думали что он там с ума сошел и он сказал вы мои он обращается к мужчине и говорит вы мои матери братья и близкие мои и вот этот момент в ближневосточном формате рассматривать что младшие пришли забрать старшего думаю не уместно вот старшие могли прийти забрать младшего поэтому по всей видимости яков был сводный брат ешуа и тот момент отталкивающего но потом на определенном этапе обратившийся он становится главой иерусалимской общины и его послание просто наполненный практическим смыслом ну невероятно то есть здесь мы видим просто великолепную комбинацию туры и нового завета заповеди их реального истолкования к сожалению многие очень сильно игнорируют иакова очень зря потому что он до уповает на подаваемую в боге благодать но он человек который оценивает вещи по практическим моментам это видно из всего его без спаса послание знаете я хочу заметить такую вещь сожалению большому сожалению сегодня свидетельство многих верующих людей в этом мире верующих в ешуа она очень голословно много говорят и очень мало делают или непонятно что делают иаков вот он для нас невероятно актуален если павел все время склоняет нас тому чтобы мы развивали свою веру доверие богу иаков по сути направляет нас к тому чтобы мы стали свидетелями живыми такими которые могут чего-то проявить чтобы внешне увидели и сказали вау это меня цепляет я записал целый ряд уроков по нескольким первым главам и попытаюсь их сейчас вам преподать первый урок искушение терпения это особенные качества характера и прочитаем несколько первых стихов яков раб господа раб раб бога и господа ешуа машеха двенадцати коленом рассеющимся находящимся в россии не радоваться с великой радостью принимайте братья мои когда впадаете в различные искушения зная что из куш испытания вашей веры производит терпение терпение должно иметь совершенное действие ну все мы молимся молитвой господней и говорим да избавь нас от искушений а здесь с радостью принимайте искушение испытания вы знаете я хочу понизить немножко напряжение по этому стиху потому что по жизни мы часто проходим через самые разнообразные обстоятельства и очень часто мы просто сидим понурив лицо но почему это случилось со мною яков говорит позитивно смотрите на эти вещи вы знаете в жизни или точнее в принципов бизнесменов и политиков очень часто происходят какие-то драматические обстоятельства там курсы падают на их имя бросили тень и вот они такие смущенные каждый человек уже не поднимется никогда но ты включаешь телевизор через какое-то время тот политик которого там смешали с грязью через три недели как ни в чем не бывало стоит и он уже такой нормально и опять его рейтинг поднимается вы знаете верующим нужно научиться обстоятельства даже отрицательные которые вокруг нас происходят использовать как возможность научиться и поправить свое положение еще раз как вот она еще одна возможность один бизнесмен говорит ну и что что упала биржа и акции стали очень маленькими у меня сейчас возможность хоть я потерял кучу денег скупить по низкой цены оставшиеся новые акции и она там когда-то поднимется заработать то есть мысль уловите пожалуйста мысль которую здесь яков говорит когда в нашей жизни происходит какая-то неприятность это тот момент когда нам стоит остановиться и подумать запастись упованием и терпением потому что дальше насказано терпение имеет совершенное действие и окей здесь и здесь проанализировав я поступаю неправильно господи вразуми меня люди добрые помогите подскажите мне научите меня это время когда нужно нужно брать советы и яков говорит решение действие будет иметь совершенство потом то есть вы станете намного качественней и лучше и так это первый урок второй урок мы читаем его следующими стихами если же у кого из вас не достает мудрости допросит у бога дающего всем просто и без упреков и дастся ему понятно есть то что называется мудрость этого века но это не про эту мудрость здесь говорится здесь говорится больше про то что в писаниях названо словом на иврите хохма и бина это сверхъестественное просвещение умудрение которое часто приходит и от житейского опыта но все равно это бог дает и вот здесь я опять на минутку возвращаюсь к этим двум лицам про которых мы читали в недельном чтении вайкагель бицалель и огалей ав оба были мастера но даже их имена говорят что вразумлялись по жизни потому что смотрели на бога я хочу сказать небесный отец вразумляет нас без сомнения но очень часто мы ищем мудрость как бы на стороне и это не значит у людей нормально искать мудрости наставления у людей более грамотных но очень часто мы у мира ищем наставления вы знаете люди и я замечаю это среди верующих людей теряют опыт общения вот с этой книгой и теряют опыт общения с творцом и их бина и хохма уменьшаются уменьшаются и они вразумляются от мира есть чему поучиться и у этого мира это подобно как бог говорит иеремии если ты научишься извлекать драгоценное из ничтожного искры божественного есть везде и мы можем от людей окружающих нас от каких-то вещей которые мы слышим по телевизору или читаем в интернете или в газете мы можем научиться но когда мы можем приходить к творцу который является полной чашей драгоценностей черпать от него напрямую многие игнорируют это типа времени нет у нас мы опаздываем на самом деле это даст нам большое умудрение и здесь Иаков говорит когда у вас недостает мудрости допросит у бога приходит к нему к писанию к нему в молитве просто иногда просто остановиться и получит и здесь Иаков вводит еще один принцип который мы знаем по миру я бы назвал его принцип одного пути недвоящегося пути на самом деле это урок номер 3 проблема двоящегося пути к сожалению или к радости никто из нас не избегает двоящихся путей и очень часто мы стоим как бы на распутье и все время думаем сюда или сюда пойти но чем мы становимся старше тем в некоторых вещах мы становимся принципиальнее и вот когда наша чаша принципиальности повлиял на нее руаха кодиш и опыт и не торопиться и мы принимаем решения их последовательно их исполняем то мы приходим к очень драгоценным результатам и здесь написано допросит человек с верой немало не сомневаясь потому что сомневающийся подобен морской волне да не думает такой человек получит что-то от господа человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих вы знаете встречаю людей он пошел учиться куда-то тяжело учиться или дорого учиться через какое-то время начинает говорить зря я выбрал этот путь надо было пойти учить чего-то другое вдруг ты уже проучился одну треть две трети ты уже выбрал да учись может быть ты никогда не применишь это но некоторые принципы которые ты там получишь которые сядут в твоей голове они будут положительными нам нужно научиться доводить какие-то вещи до конца разумеется мы должны посмотреть вторую сторону медали потому что некоторые берутся за какой-то путь идут на какой-то путь не обдумав и они уклоняются от того слова которое наш господь сказал в одном из евангелий что кто строит башню не взвесив и не подумав вначале какой вклад нужно вложить вот здесь иногда нужно останавливаться но если вы продумали если вы набрались желания уверенности вас ободрили вы решились при множестве советов вы решили пойти по этому пути доведите его до конца даже если на каком-то этапе вы там почувствовали разочарование вот здесь вот Иаков говорит в нашей вере когда цепляемся за что-то должны просто двигаться упрямо и упрямо и упрямо есть одна история на авторе записана про Ицхака он когда женился написано был ли бесплодный о ней но там написано но молился Ицхак в виду жены своей там так написано на иврите то есть она видела как он молится о ней постоянно и это было ни день ни два то есть он ее взял уже другой нету уже не надо разочаровываться но здесь Ицхак принимает решение и не как человек с двоящимися мыслями но цепляется в молитве и вымаливает господа и Ривка получает право стать матерью ответ приходит когда мы уходим от двоящихся мыслей читаем дальше я хочу сейчас перескочить несколько стихов и прочитать с тринадцатого стиха в искушении никто не говорит Бог меня искушает потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого но каждый искушается увлекаясь и обольщаясь собственной похотью похоть из-за чего врождает греха сделанный грех рождает смерть не обманывайтесь братьям мои возлюбленные всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света всякое доброе даяние исходит от Бога это дополнительный урок есть ли добро в человеке вы знаете и да и нет я становлюсь в некоторых вещах в некоторых вещах менее уверенным я часто встречаю неверующих людей и я вижу вау добрые люди но что значит добро только оттуда от Бога исходит от Него ничего а в человеке вы знаете когда когда мы подходим к вопросу о добре это вопрос философский и в каждом человеке есть искра от Творца но если мы рассматриваем глобально вот здесь я вспоминаю слова апостола Павла Рав Шауль когда он в послании эфесянам говорит такие слова мы все созданы добрые дела в Ешуа то бишь мы должны понимать что то доброе в которое нас есть это есть искорка но настоящее добро оно может быть получаемо только от Бога от Отца Светов и когда мы обретаем его через то что хозрым ля чува когда мы обращаемся к нему когда мы отвергаем старую жизнь когда мы признаем что многие элементы нашего характера грубые неправильные и даже то что кажется на первый взгляд добрым если мы смотрим глубже не вполне обращаемся к нему то он дает нам в нем сотворять добрые дела и если мы проходим по жизни какие-то вещи это не значит что Господь прямо накинул на нас это а возможно то негативное что было в нашем сердце вынудило его или это есть толчок этой общей премудрости чтобы ты прошел через какие-то обстоятельства и исправился грех рождает смерть грех провоцирует те проблемы которые вокруг тебя я слышал как один человек недавно комментировал ситуацию Иова на самом деле смелые люди которые комментируют Иова но мысль которую этот человек поднял была очень интересная он сказал что Иов и Писание говорит был праведный во всем человек до такой степени праведный что когда сатан стоя перед Господом пытался его каким-то образом вот он на тебя он говорит нет он вполне предан небесный Отец говорит олывай что про нас сказали вполне предан но этот человек истолковал интересную фразу он говорит Иов постоянно приносил жертвы за своих детей потому что его жертвы часто собирались на какие-то пирушки и там он говорит не дай бог могли похулить имя Господа то есть что-то было сломано между Иовом супер праведным человеком и его детьми и это не значит что из-за этого он прошел все эти испытания но это показывает что что-то тоже было возможно в нашей жизни когда мы думаем ну почему это случается со мною Бог проводит нас через какие-то обстоятельства двигаемся дальше следующий урок кто любит меня слово мое соблюдет я хочу прочитать из первой главы стихи 22 и 23 будьте же исполнительны слово вот это вот основная позиция якова будьте же исполнительны слова а не только слушатели обманывающие самих себя ибо кто слушает слово и не исполняет тот подобен человеку рассматривающий природные черты лица своего в зеркале посмотрел на себя отошел этот час забыл но кто вникнет в закон свободы закон совершенный и так далее и вот здесь я хочу просто указать на одну вещь я уже про нее говорил сегодня к сожалению очень много людей которые сегодня верующие очень часто они просто говорят но мы призваны призваны тому чтобы светить светом а как светить мы должны воспринимая заповеди сказанные нам Богом переваривая их в своем разумении давая руаха кодыш провести в нас работу исполнять их чтобы свет наш светил в этом мире чтобы мы реально были теми которые являются солью очень хотелось бы призвать многих помолиться о том количестве слов слов и дел которые сопровождают нашу жизнь верующих людей чтобы мы были верующими не только в доме молитвы где другие нас видят в красивых одеждах с галстуком или без но в красивой и свежей нарядной одежде чтобы мы были светом в любом месте там где мы находились друзья я хочу пожелать всем нам быть светом во имя Господа до следующего будьте благословенны